Девушки отдыхают Я уверена, что я обратилась по адресу. У тебя две уже практически взрослые дочки. Наверняка сейчас они любят овощи, а раньше, наверное, не очень, как и все дети. Как и все другие дети, они всегда хотели чего-то забороненного, и они никогда не любили овощи. Большинство детей отказывается кушать полезные овощи, и родители пишут нам об этом в своих письмах с просьбой рассказать о таком рецепте овощного блюда, чтобы дети уплетали за обе щеки. И особенно часто мамочки упоминают в своих письмах тыкву, и неудивительно, потому что тыква – это один из самых полезных сезонных овощей. Если правильно тыкву хранить, а мы знаем, как это делать, то она сберегает свои полезные свойства 6 месяцев. К тому же в ней огромное количество полезных минералов, таких как калий, кальций, железо, необходимых детскому организму. Здесь и витамин С, и пектин. Ну, в общем, нужно что-то приготовить из тыквы, и я знаю, что у тебя есть такой рецепт. Цей салат имеет свою историю. Мои дети не любили овощи, и я тогда рассказала им сказку. Попелюшка поехала на королевский бал в карете, которая была сделана из гарбуза. Гарбуз – это сказковый, чудесный овощ. Например, он символизирует солнце, а также достаток. И я рассказала своим донечкам, что если они будут есть полезный гарбуз, то так же, как и попелюшка, вырастут хорошими и встретят своего принца. Ну что же, сегодня, значит, мы узнаем еще и о волшебных свойствах тыквы. А пока расскажи, пожалуйста, из чего будет состоять этот полезнейший салат. Мы берем гарбуз, яблоко, червеную цебулю, цветную капусту, рослинную олею, фету, бринзу и петрушку. Но я так понимаю, что самая удивительная часть этого теплого салата – это все-таки апельсиновое масло. С него и начнем? Саме так. Давайте подивимося на ингредиенты. Для апельсиновой олеи нам потребна апельсиновая цедра, апельсиновый сик и специи. Гвоздика, корица, мускатный горьих, лавровый лист, черный перец горошком, сель и перец за смаком. И, собственно говоря, само растительное масло, которое мы сделаем апельсиновым. Насамперед, мы должны закипятить воду в кастрюле. Вода нам нужна, чтобы варить цветную капусту для салата. Подождем, когда вода закипит. Ну а пока? Зараз мы начнемо готувати апельсиновый олею. Запевняю, такого аромата на вашей кухне еще не было. Розтираемо в ступке цедру и специи. Я могу это сделать. Мне нужна цедра, дякую, и корица, и гвоздика, перец горошком, так, черный перец горошком, и лавровый лист, и еще гвоздика, и мускатный горьих. Теперь нам нужно ростовкать это в ступке, чтобы все хорошенько перемешалось. А почему специи нужно именно в ступке перетирать? Специи мы перетираем в ступке, чтобы подребнеть их до пудры максимально дробно. Ну и, конечно, аромат уже, смешиваются специи, пряная гвоздика, цедра, лавровый лист, необыкновенный аромат. Кстати, я знаешь, думаю, а детям понравится такой слишком пряный аромат масла? Мои дети его дуже любят. Проверено на собственных детях. Мои дети дуже перебирливы, так что я запевняю, сподобается всем. Я так понимаю, что для приготовления апельсинового масла мы берем рафинированное растительное масло, чтобы у него не было насыщенного своего вкуса, да? Все верно. Теперь нам нужно смешать рафинированное растительное масло с набором специй, с которых мы уже извлекли букет ароматов. И для того, чтобы смешать все ингредиенты идеально до однородной консистенции, мы воспользуемся специальной насадкой фуд-процессор в нашей кухонной машине. Она быстро и без усилий с нашей стороны справится с этой задачей. Надя, ты когда-нибудь пробовала апельсиновую олію? Нет, я никогда не пробовала апельсиновое масло. А теперь мы запечемо ее. Такая форма подойдет для того, чтобы запечь апельсиновое масло. Ведь для запекания нужно брать специальную огнеупорную посуду. Мы будем запекать ее на середній полиці протягом однієї години із температурою 150 градусов. Ни в каком разе олія не должна кипеть, чтобы в ней не утворялись шкодливые канцерогени, которые появляются при смажении олії. И будет у нас полезное апельсиновое масло. Все ароматы специй и апельсиновые цедры смешались и наситили одне одного. Отправляем в духовку? Під час приготовления олії зайва волога выпаруется. И таким чином мы отримаем концентрованную ароматную олію. Целый час. А мы тем временем, наверное, будем заниматься овощами, тем более, что вода уже как раз закипела. Вода закипела, и мы можем отварить цветную капусту. Цветную капусту предварительно разделили на соцветия, так удобнее ее варить. Мой секрет в том, что я добавляю немного цукру, чтобы капуста не потемнила. Как странно. Конечно, соль мы добавляли, когда варили овощи, но чтобы сахар добавлять в капусту, это интересно. Это мой особистий секрет. Конечно, цветная капуста тоже необыкновенно полезна, в том числе и для детского организма. Она содержит витамин К, который способствует улучшению работы организма в целом и кровотворению. В тыкве, например, содержится железо и в яблоках, которые мы будем использовать. Это способствует повышению уровня гемоглобина. А это никому не помешает. И взрослым, и детям это просто необходимо. Это как раз то, что необходимо детям именно в осени. Батьки всегда турбуются. Они хотят смыцнить иммунитет детей перед холодами. Нагрузки в школе, новые знания. Дети часто втомлются. Пока цветная капуста варится, режем гарбуз на шматочки. Кубиками, три на три. Я могу помочь тебе. Или, может быть, я займусь яблоками. Так, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, кому из твоих дочек передался твой дар? Мои дочки успадкували мой талант. Они очень чувствуют, и у них хорошая интуиция. Я бы сказала, они обидві. А теперь слід дістати цветную капусту с кастрюли. Около пяти минут прошло, и небольшие соцветия цветной капусты уже сварились. Ее важно не переварить, чтобы она не была как каша в салате. Хочу сказать, что гарбуз имеет позитивную энергию. Он не только приносит благополучие и счастье. Он еще защитит ваш дом от сварок, скандалов и стресса. Если у вас депрессия, плохой настроение, слабость, съезжайте шматочек гарбуза. Он повернет вам втраченную энергию и жизненность. Вот не зря мне нравилась тыква. Видите, какие у него волшебные свойства, помимо практического такого полезного применения. А сейчас мне нужно еще нарезать цибулю півкельцями. А вот и красный лук, кстати, тоже необыкновенно полезный. Благодаря своим фитонцидам они укрепляют иммунитет. Как мы знаем, это прекрасное антипростудное средство весь холодный сезон. К тому же в луке много витамина С, это тоже важно. До речи, цибулю часто використовывают для защиты от пристриту. Это еще один плюс этого салата. Цибуля дает энергию, но также защищает от всего плохого, что может с вами случиться. Согласно с ирландской легендой, яблоко – это фрукт, который дает без смерти. Если его разрезать на двое, можно увидеть пятикутную зерку пентограмму, что символизует пять станков от родственника до смерти, а потом новое родственное. Получается, что мы объединяем не только все витамины и микроэлементы, но и вот эти магические свойства продуктов. И у нас получается действительно волшебный салат. Еще один мой секрет – проколить виделкою в гарбузи дырочки, так он спечется швидше. Из таких маленьких секретов и состоит вкус идеального блюда. Теперь мы покладемо все в эту миску. Все сюда. Так, все разом. Сель и перец за смаком. В тыкве и в яблоках очень много пектина. Пектин необыкновенно полезен для пищеварения и способствует выведению вредных веществ из организма. Отже, мы берем нашу страву, кладем в форму, а потом ставим в духовку. Запикаем протягом годины при температуре 150 градусов. Ставим наши овощи в духовку, где уже стоит апельсиновая олія. Необычному апельсиновому маслу запекаться в духовке еще 45 минут. Час будут готовиться овощи при температуре 150 градусов. А потом мы соединим эти ингредиенты необыкновенного овощного салата. Овощи готовы. Овощи чудово пропеклися. А тут у нас апельсиновая олія. Апельсиновое масло мы достали из духовки 15 минут назад. Оно приготовилось раньше, уже немножко остыло. Олію нужно процедить. Надя, ты можешь процедить апельсиновую олію? И вот последний этап. Цедра и специи, которые мы отправляли, остались вот в сити. А у нас в распоряжении шикарное апельсиновое масло. Такой аромат от него исходит. Теперь нам нужно сформовать наш салат. Я так понимаю, что нам еще пригодится фета и брынза. Так, верно. А вот это апельсиновое масло, конечно, здесь больше, чем нам понадобится для салата. Его, вероятно, можно хранить и использовать для других блюд? Так, конечно. Не могла бы ты допомогти и натерти брынзу и фету. Фета чейс, феты и брынзы. Кто сколько хочет, можно и побольше. Удивительным апельсиновым маслом мы завершаем приготовление этого салата. И обязательно его попробуем. А я пока напомню, как мы его готовили. Возьмите тыкву, яблоки, цветную капусту, красный лук, растительное масло, брынзу, фету, соль и перец по вкусу, апельсиновую цедру, апельсиновый сок, гвоздику, лавровый лист, корицу, мускатный орех, петрушку, черный перец горошком. Цветную капусту проварить в кипящей воде 5 минут. Тыкву, яблоки нарезать кубиками, лук полукольцами. Все овощи смешать, добавить растительное масло, соль и перец по вкусу и отправить в духовку, разогретую до 150 градусов на час. Переложить запеченные овощи на блюдо, посыпать кусочками натертой брынзы и феты и полить апельсиновым маслом. Украсить петрушкой. Чтобы приготовить апельсиновое масло, измельчите в ступке все специи и апельсиновую цедру. Добавьте апельсиновый сок, рафинированное растительное масло, все тщательно перемешайте. Вылейте смесь в огнеупорную посуду и отправьте в духовку, разогретую на 150 градусов на час. Готовое апельсиновое масло процедить и остудить. Вот какой красивый у нас салат получился. Давай, прежде чем мы его будем пробовать, выпьем по чашечке кофе. Я приготовлю. Окей. Гощайся, пожалуйста. Нескафе Классик. Заряд энергии на весь день. Я давала цей салат своим дитям, и вон и доси его люблять. Це смак с дытынства. Наш салат теплый, поэтому нужно его попробовать, пока он не остыл. Да уже смачно. По вкусу салат великолепный, и готовить его достаточно просто. А апельсиновое масло у меня уже есть в холодильнике. Спасибо тебе огромное. Идеально. Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин